Давайте обратимся к истории создания учебного видео на примере учебного фильма «Дидактические возможности учебного кино». Сам фильм можно просмотреть в свободном доступе на сайте Сибирского федерального университета. В рубрике «Учебные фильмы» в категории «Народное образование. Педагогика». Откроем этот фильм. Дата изготовления фильма 1980 год. В фильме рассказывается о плюсах использования кинематографа в обучении, таких как почти абсолютная реализация принципа наглядности, документальность и достоверность кинематографической информации, «Динамизм киноизображения». Кликнем по треугольнику. Начнется просмотр фильма. Обратим внимание, что мы можем остановить и возобновить просмотр. Изменить громкое звучание фильма. Развернуть просмотр во весь экран. «Но педагоги почти сразу поняли, кинематограф должен прийти в учебные аудитории. Какие же качества кино привлекли внимание педагогов?» Если мы просмотрим этот фильм до конца, то можем сделать следующие важные для нас выводы. Авторский голос звучит за кадром, лица диктора не видно. Фильм сделан методом монтажа из согласованных по смыслу музыкальных, аудио и видео фрагментов, текстовых и графических заставок, что на сегодня возможно выполнять своими силами без привлечения значительных ресурсов. Учебное видео иллюстрирует нам реализацию таких методов обучения, как программируемое, индивидуальное, адаптивное обучение, динамические возможности по анализу и синтезу фактов, процессов, явлений, пользуются обширным арсеналом выразительных средств от натурных кадров и мультипликации до комплекса слова и изображений. Такое обучение является еще и воспитательным. Вот такая иллюстрация возможностей учебного видео. Вот так можно перемещаться по времени просмотра. В системе ученик программы осуществляется важный дидактический принцип, индивидуального и адаптивного обучения. Оно обладает большими возможностями по анализу и синтезу фактов, процессов, явлений. Современное дидактическое средство. Напоминаю, что год изготовления этого учебного фильма 1980-й. То есть актуальность данного фильма сохраняется и в наши дни. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует...